Ну, потихонечку начнем. Значит, планирую я поступить так. Сначала я расскажу такую мини-лекцию, можно сказать, проведу, что считаю нужным вообще о подростковой коже в плане ухода за ней, в плане каких-то особенностей и ухода, и вообще самой подростковой кожи, как ухаживать за ней, если нет проблем, как ухаживать за ней, если есть проблемы. На что, в первую очередь, обращать внимание, что там запускать, не запускать, да, вот эту тему тоже обсудим. Уделю немножечко внимания гигиене и чуточку скажу про, конечно же, питание, да, это важно, но не буду сильно на этом, как говорится, акцентировать внимание. Вот. Значит, начну я с того, что подростковая кожа может вступить, так сказать, в свой вот этот вот измененный уже период, да, по сравнению с детской кожей, уже лет. Вот. Соответственно, если, как я смотрю, у нас тоже подсоединяются люди, еще, наверное, тоже не в курсе, что, чтобы не было посторонних шумов, надо самому себе отключить звук, и когда вы собираетесь задать вопрос, тогда вы или пишете его в чат, либо включаете в себе звук и задаете его. Ну, значит, начнем. Ирина, на одну секунду я прерву. Меня зовут Виталий, я, собственно, занимаюсь технической поддержкой данного мероприятия. На всякий случай, все очень просто. Вы наводите курсором в левый нижний экран под Ириной, у вас появляется возможность выключить звук. Вот нажмите, пожалуйста, на микрофон, чтобы он в итоге был перечеркнут. Да, я вижу, многие меня услышали. Спасибо большое. Ну, продолжим. Значит, что важно, да, то, что подростковая кожа, это уже, как говорится, меняет кожу свои свойства, уже, вероятнее всего, не так полностью. Поздно, как это считалось раньше, там, 14-15 лет и старше, а уже в 9 и в 10 лет может быть ранний пубертат со всеми вытекающими последствиями. То есть, с другим совершенно функционированием сальных желез, с появлением комедонов, зачастую воспалений. И, соответственно, раннее такое, можно сказать, созревание, оно ведет к раннему возникновению проблем. Поэтому нужно обращать внимание, даже если там 9-10 летний ребенок уже, как говорится, выглядит немножечко иначе, чем когда он был младенцем. Младенцем. Значит, сразу хочу сказать, чтобы не забыть, достаточно важный такой нюанс, когда действительно ранний пубертат у ребенка, то есть в 9-10 лет, и есть какие-то проявления, да, появление уже каких-то вторичных половых признаков начинают, да, появляться вот изменения как раз состояния кожи. Это, на самом деле, такой звоночек, сигнальчик к тому, чтобы на всякий случай проконсультироваться у эндокринолога. Потому что это может быть свидетельством каких-то, допустим, внутренних и, в частности, эндокринных проблем. Но не у всех это связано с проблемами, вот. И действительно, сейчас дети созревают немножечко раньше, и, к сожалению, поэтому проблемная кожа тоже возникает раньше, чем это было, ну, как бы принято считать даже лет 20 назад. Значит, что может быть, да? Может быть, у подростка кожа совершенно без проблем, кому повезло, вот. И может быть, кожа проблемная. Мы разберем обе эти ситуации, вот, и начнем, соответственно, с беспроблемной кожи. Ну, и для проблемной, и для беспроблемной кожи самое важное – это вовремя научить ребенка правильно очищать кожу, конечно, с очищения, ну, прежде всего, я считаю, надо начать. Потому что мы приучаем с раннего младенчества, с появления первого зубика, ребенка чистить зубы, и не всегда, не всегда мы адекватно учим умываться. Вот, бывает, что вплоть до подросткового возраста человек не знает, как себя правильно умыть. Вот, а это важно. Более того, когда ребенок не приучен к этому, он, когда возникают проблемы, да, не всегда обратиться к маме с папой, а может послушать рекламу по телевизору, купить себе на карманные деньги какое-нибудь жесткое умывающее средство, которое он увидел в рекламе или там где-нибудь прочел в соцсетях, и испортит себе, как говорится, всю свою барьерную функцию кожи, да, и это, в общем, повлечет в какие-то проблемы, хотя их могло бы и не дуть. Значит, поэтому самое основное, чему нужно ребенка научить, это умываться мягким средством. Соответственно, оно должно быть дома. И как примеры, да, я буду приводить то, что, например, есть у меня. То есть, естественно, вы задаваете вопросы, может быть, что-то у вас есть, может быть, какие-то составы, которых вы сомневаетесь, да, средства, которые у вас есть для умывания. Я, естественно, на примере в основном гильтека буду, как говорится, рассказывать, да, потому что у меня так технически сложилось, что вся семья пользуется тем, на чем я работаю. И как раз у гильтека есть очищающее средство, которое не содержит агрессивных ПАВ, поэтому, в принципе, универсальный вариант. Но, как говорится, у всех разные возможности. Здесь могут присутствовать люди, которые вообще не живут в России, да, и не факт, что могут приобрести гильтек, да, поэтому проще ориентироваться на состав этих средств, которые вы можете прочесть на этикетке. Значит, вот у меня, я специально притащила такую вот полочку, на которой у меня есть всякие очищающие средства. Вот, и самое универсальное – это очищающий гель. Вот, чем хороший гильтековский очищающий гель, тем, что у него в составе нет ни одного агрессивного ПАВа. Агрессивные поверхностно-активные вещества – это лауретсульфат, лаурилсульфат, то есть слезы. И эти ПАВа, да, и их производные различные, да, очень хорошо мылятся, они хорошо действительно до скрипа очищают кожу, вот, но достаточно агрессивны и разрушают гидролепидный защитный барьер, то есть нарушают барьерную пункцию, убивают нормальную микрофлору, то есть очень жёсткие. Ну, про твёрдое мыло, даже детское, кое некоторые пытаются умываться, я тоже хочу сказать, что это вообще табу для кожи, не только подростковой, но и взрослой, потому что любое твёрдое мыло, оно имеет очень высокий ПАЖ, то есть имеет щелочной ПАЖ от 9, и это очень-очень неполезно для кожи, это разрушает вообще на своём пути всё. Вот, поэтому ищите в составе очищающих средств кокоглюкозит, кокомидопропилбетаин, различные вот такие подобные, там, ТОКОКОГЛУТАМАТ, то есть очень мягкие неногенные ПАВы, и они действительно не будут сильно мылиться, но при этом будут нормально очищать кожу, не повреждая гидролепидный барьер. Как вариант ещё, если гилитайковские братьки, есть вот пенка у нас, такая, которая с пенообразователем сразу пеночка выходит, вот она тоже неплохая, немножечко пожёстче, чем очищающий гель, то есть больше она предназначена для снятия макияжа, но тоже может использоваться. Какой должен быть ПАЖ? Желательно, чтобы ПАЖ очищающего средства всё-таки был в нейтральной зоне, то есть не выше 7, вот, потому что если будет очень защелаченный, да, как говорится, ПАЖ, то сдвигается ПАЖ кожи. Понятно, что мы потом будем использовать тоник, мы можем вернуть ПАЖ на место, но чем менее агрессивные будут ПАВы, тем лучше. Поэтому лучше ориентируйся, чтобы где-то 6, вот так вот, ПАЖ, не выше 7. Соответственно, понятно, что то, что выше 7, это уже щелочной диапазон, да, то, что ниже 6-7, это уже будет слабокислый, дальше кислый диапазон. Сильно кислый ПАЖ, то есть такие, как бывает вот в корейских всяких умывалках, тоже, ну, нет смысла использовать на беспроблемной детской нежной коже, потому что они тоже могут быть немножечко агрессивные, более того, в корейских умывалках зачастую, я не беру гидрофильное масло, я беру именно пенки, там зачастую встречаются как раз агрессивные ПАВы часто, потому что кожа азиатов, она достаточно жирная, как правило, плотная, склонная к гиперкератозу, и поэтому они любят именно такую агрессию, агрессивное умывание до скрипа. Но на самом деле такое умывание до скрипа, оно вредит коже любой, детской тем более, потому что мы должны беречь наш гидролипидный барьер и сохранять микробиом, который, собственно, нормальная микрофлора, она вытесняет патогенную, и на коже, как говорится, не происходит так называемой гиперкалонизации микробами патогенными, которые живут в норме, когда их немного, они не вызывают проблемы. Когда их много, например, от того же самого клеща, демодексы или пропионы, бактерии, акне, то они могут вызывать появление воспаления. Таким образом, значит, умывание должно быть щадящим и мягким. Ну, это относится не только к подросткам, но и вообще ко всем, я считаю. Вот. Второй обязательный этап умывания, к чему нужно приучить подростка, даже мальчика, это тоник. Тоник обязательно нужен, потому что тоник восстанавливает ПАЖ как раз, который может быть нарушен очищающим средством. И вообще водопроводной водой, например, жесткой. То есть все, что воздействует на кожу в процессе умывания, это все сдвигает ПАЖ, как правило, в щелочную сторону, это нарушает немножечко целостность гидролепидного барьера, и тоник призван как раз восстановить ПАЖ. Тоники, они, как правило, все имеют или нейтральный, или слабокислый ПАЖ. Чем более кожа склонна к воспалениям, к проблемам, тем более закисленный ПАЖ желательно, чтобы у тоника был. То есть, если кожа проблемная, хорошо использовать, допустим, тоники с небольшим процентом ахаркислот, если нет каких-то проблем, можно обычно нейтральной тоники, как у меня здесь в качестве примера тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера. В принципе, ничего такого нет сверхъестественного, сок алоэ вера, гидролизатом коллагена и эластин и нейтральный ПАЖ. Вот, есть, как вариант еще, с ахаркислотами тоник. Вот, он имеет слабокислый ПАЖ, там у него 3,64-4 диапазон, и содержит он комплекс ахаркислот, но их всего там 4%, то есть это никакой не пилинг, никакое не отшелушивающее средство, а именно такой очень комфортный слабокислый тоник. Вот, еще один хороший вариант в качестве, для того, чтобы оросить или протереть кожу после умывания и восстановить ПАЖ, это гидролата. У меня здесь, как вариант, гидролат ненужных компонентов, а это чистый гидролат, они тоже хорошо воздействуют на кожу, как тоник, и просто, ну, выбираете по принципу нравится запах, не нравится, потому что, ну, не всем, например, нравится гидролат розы, который там пахнет специфически, да, или какой-нибудь гидролат сирени, а вот как-нибудь там липа или та же самая ромашка или селек, они пахнут совершенно нейтрально, приятно и можно им пользоваться, да, и более того, можно точно так же, как тоником, да, можно гидролатом вот так вот себя орошать. Ирина, у нас вопрос. Если на носу прыщики и комедоны, какой лучший тоник использовать для жирной кожи? В остальном кожа чистая и не проблемная. Ну, смотрите, если брать за пример, как пример, да, гильтек, то есть тоник для жирной проблемной кожи в серии антиакне, причем он не содержит никаких подсушивающих компонентов, он содержит только себорегуляторы, такие как гомомелис, такие как солерапан, вот. Значит, на что нужно обращать внимание? Опять-таки, я не буду акцентировать именно на одной марке, да, потому что у всех разных доступов. Смотрите в составе тоника, ну, как вообще отличить правильно тоник от неправильного, да. Смотрите, чтобы в составе, в общем-то, тоника была только вода, какие-нибудь экстракты, если вот склонность к воспалениям, к эмидонам, то значит себорегулирующий. Домомелис, фукус, там, может быть, чуть-чуть не ацинамида, может быть, да, что-то такое, то, что будет себорегуляцию осуществлять. Но не нужно, чтобы, если из гельтека, то тоник для жирной и проблемной кожи хорошо, и тоник саха кислотным. Саха, например, на вечер, а на утро тоник для проблемной. Вот, если смотрите другие какие-то марки, просто смотрите, потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, что в масс-маркете, в том числе люксовом, есть средства, которые называются тоник, но при этом в составе у них есть поверхностно-активные вещества, которые нужны не для завершения очищения, а для осуществления очищения. То есть, например, полоксомер 184 или какие-то твины полисарбаты, да, то есть полисарбат 20, полисарбат 80, такие самые распространенные, и вы их можете идентифицировать по этикетке, то есть вы смотрите, что там в составе, да, смотрите, полоксомер 184, написано тоник, значит, это не тоник, значит, это мицеллярная вода, ну, просто какой-то раствор очищающий, после него желательно как раз завершить очищение либо тоником, либо бездролатом, либо каким-нибудь отваром даже, пускай, самосваренным, вот, потому что действительно не всегда мы участвуем, находимся на самоизоляции, можем, конечно, все можно заказать по интернету, это понятно, вот, иногда что-то хочется сделать самим, и мы тоже, вот, выкладываем всякие видео на ютубе, можете посмотреть, у нас есть такая рубрика, полушуточная, сам себе косметолог, мы даем такие мини-видео, выкладываем, я там как раз рассказываю, как сделать самому тоник, вот, и можно действительно, если нет аллергии на какие-то травы, можно сделать отвар травы, например, ромашки или тысячелистника, и, соответственно, если проблемная кожа, можно добавить туда из расчета на полстаканчика отвара полчайной ложечки натурального яблочного уксуса, и вот 3-4 дня у вас такой тоник в холодильнике будет храниться, уксус он будет и подкислять, и будет как консервант работать эти несколько дней, вот, и тоже так же наватный диск протирать кожу после умывания, вот, можно просто отваром, поласкивать, в конце концов, если жесткая вода и реагирует кожа на воду, да, нехорошо, то можно ополаскивать после умывания кипяченой водой, умываться, да, то есть потом использовать тоник, например, то есть как-то смягчать жесткость воды по возможности. И у нас новый вопрос про энзимную маску. Можно ли использовать ее детям, или это слишком агрессивно и пока не нужно? Вот энзимная маска у меня тоже, здесь есть в моей вот этой плошечке, которую у меня пользуюсь как раз и я и моя 14-летняя дочь. Вот, энзимную маску так часто, как взрослому, да, с целью обновления кожи, да, например, после 30-35 лет, чтобы простимулировать обновление, мы там рекомендуем ее использовать один-два раза в неделю. для проблемной кожи, да, мы используем ее чаще. Деткам, может быть, не так часто нужно. Это, я считаю, что вполне достаточно где-то раз в две недели ее использовать, и можно использовать ее локально. То есть, если, допустим, действительно уже склонность к появлению комедонов, видны черные точки, видны желтые, такие закупоренные поры, да, с неэвакуированным кожным салом, то можно просто наложить, например, на область Т-зоны, где обычно это возникает, то есть это лоб, нос, бороды. Вот эту эндивную маску немножечко взять ее, да, и потом взять кусочек пленки пищевой и закрыть. И начать первое применение там с пяти минут, например, чтобы не было раздражения. Потом можно десять, но максимум у нее экспозиции 15 минут. И можно вот так вот подержать на очищенную, естественно, кожу, а потом взять салфеточку из панлейса, такие хозяйственные тряпочки, и намочить ее, отжать, и протереть как следует, потом умыться. Вот, когда мы еще салфеточкой вот этой протираем, еще дополнительно отшелушивающий эффект от трения вот этого нетканого полотна или просто полотенчиком в конце концов взять, какой-нибудь мягкой смочить, потом постирать. Вот, и смыть. И получается, что мы убираем вот эти крышечки с комедонов, немножечко растворяем кожное сало. Вот, еще один лайфхак, который можно применять, когда склонно позже к закупориванию пор, это использовать гидрофильное масло. Я хотела сказать про гидрофильное масло, ну, в случае, если подросток уже начинает, девочка, использует косметику какую-то декоративную. Вот, но хорошие масла, гидрофильные, кстати, вполне возможно, скоро будет у Гильтек гидрофильное масло, потому что мы сейчас тестируем как раз очень нам уже дали на клинические испытания и очень по первым испытаниям нам понравилось гидрофильное масло именно как раз в цели очищения пор. Так вот, гидрофильное масло, вот у меня тут два варианта, они оба корейские, вот, пока наши не вышли, тоже неплохо очищает поры за счет того, что жир и жировые компоненты масла, да, они вступают в реакцию с триглицелинных кожным салом, в общем, с кожным салом, с себумом, да, растягивают его и тоже хорошо очищают поры. Вот, поэтому можно несколько раз, допустим, неделю, вечером, как правило, да, умываться с гидрофильным маслом ребеночку, то есть она, он, да, может нанести на сухую кожу гидрофильное масло, потом размылить его, сэмульгировать, да, с небольшим количеством воды и потом уже смыть. После этого можно умыться пенкой или гелем или протереть кожу тоником, но тоже зависит от масла. Некоторые масла, они такую пленку после себя оставляют. Если в составе есть, например, минеральное масло, то лучше еще гелем дополнительно смывать. Если гидрофильное масло не содержит минерального масла в составе, да, и содержит такие какие-то современные павы, то есть очень мягкое воздействие оказывает, то, в принципе, достаточно тоже тоником протереться. Вот, да-да-да, вот по поводу гидрофильного масла марок, да, но вот то, что лично мне нравится больше всего, мне нравится сейчас на данный момент, в принципе, неплохой был, но оно дорогое, шоссейдовское, вот, мне нравилось в свое время нейв, его почему-то сейчас в продаже очень сложно найти, это канэбовская дочка, можно сказать, дочерняя марка, вот, у них были достаточно недорогие варианты нейв, наив, там был апельсиновый, какой-то еще зелененький вариант, да, тоже очень мягкий и приятный. Сейчас очень неплохое масло попадается Skinhouse, так называемая, марка тоже корейская, вот, у них есть неплохое гидрофильное масло, вот, Миша, вот у меня здесь уже почти законченная, которая предназначена для снятия бикремов, вот, и, в общем, в принципе, если ваше гидрофильное масло стоит, ну, скажем так, в районе 1000 рублей, да, а не за 300 рублей, какой-нибудь китайский, вот, то, в принципе, должно быть неплохо, можете ориентироваться еще на состав, смотреть, чтобы минерал-ойл там в составе не было, ну, нежелательно, вот, наверное, как его проще выбрать. Вот, по поводу очищения, да, если какие-то вопросы есть еще, пишите, я пока по поводу очищения, ну, продолжу, ну, наверное, про очищение можно уже закончить, да, то есть самое важное, что, самое важное, что, вот Светлана пишет, да, что от гидрофилки, от гидрофилки могут, да, вся косметика, к сожалению, вот я, ну, как говорится, много и на себе, и на своих пациентов косметики перепробовала, конечно, хочется сразу попасть в яблочко, да, но не всегда, особенно с проблемной кожей, мы, подбирая косметику, можем действительно со стопроцентным попаданием, да, столкнуться, некоторые средства косметические не подходят, то есть это всегда метод проб и ошибок, да, понятно, что когда профессионал подбирает, меньше шансов, что на эти грабли, на эти ошибки, как говорится, вы наступите, а вот если, то есть просто какие-то подводные камни обойдутся уже, потому что профессионал, он уже оценит ваш тип кожи, он оценит вашу какую-то потенциальный риск, да, каких-то ингредиентов, которые лично вам, он не порекомендовал, текстуру подберет правильно, ну, то есть меньше шансов, что вы потратите деньги зря, да, если самому себе подбираешь уход, там, без особого знания косметологии, да, методом сарафанного радио, и радио, и там, то, что на форумах обсуждается, да, кому-то понравилось, там, на блогеров каких-то ориентируется, вот, это все, конечно, как, 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 как говорится, фишка ляжет, то есть не угадаешь, поэтому ориентироваться, конечно, при подборе косметики всегда нужно на, в первую очередь, тип кожи, то есть не использовать каких-то агрессивных средств, тип кожи, ну, банально научить можно, кстати, ребенка определять свой, то есть самый простой способ хотя бы отличить сухую кожу от жирной, да, это обратить внимание на состояние пор, поэтому, вижу вопрос, сейчас отвечу, вот, если вы хотите определить свой тип кожи, например, то вы обращаете внимание, визуализируются ли поры, склонны ли они к закупориванию, в каком месте они визуализуются, только в Т-зоне или по всему лицу, да, например, вот, и возникает ли, например, в течение дня у вас жирный блеск, поэтому достаточно легко определить тип кожи, жирный комбинированный, жирный блеск в Т-зоне, поры могут быть расширены или визуализироваться в Т-зоне, значит, кожа, скорее всего, комбинирована, если по всему лицу поры видны, прям вот, и жирный блеск беспокоит везде, да, в течение дня, значит, это жирный тип кожи. Сухая кожа, как правило, пор практически на ней не видно, незаметно, и она в течение дня чаще всего матовая, вот, очень часто путают сухость с обезвоженностью, и это как раз причина разных ошибок в покупке себе неправильных уходовых средств, потому что человек, например, с жирной или комбинированной кожей, ну, не знаю еще точно, какая она у него, начинает испытывать чувство стянутости, шелушения какой-нибудь, то есть, допустим, у него влаги меньше в коже, то есть как бы не жиров, липидов, как сухой кожи, а влаги, и вот эти вот симптомы появляются, и человек решает, что у него кожа стала сухой, и первым делом идет покупать себе какой-нибудь жирный крем, и, собственно, не уровень влаги не восстанавливает эффективно, да, потому что до этого нужны сыворотки, которые интенсивно увлажняющие компоненты содержат, там, та же самую ультрамолекулярную или низкомолекулярную гиалуроновая кислота, хитозан, какая-нибудь биосахаридная смола, то есть то, что хорошо удерживает влагу или глубоко проникает, там, как заместительная терапия работает, вот, а берут просто, ну, хорошие такие плотные кремы для сухой кожи, которые забивают все поры и вызывают воспаление. В общем, так делать не надо. И возвращаясь, да, к теме про детей, все-таки, а у нас вопрос, как заставить ребенка умыться, если он прям ни в какую не хочет этого делать? Значит, так, значит, как заставить ребенка умыться? Ну, во-первых, ну, по моему личному опыту я могу сказать, что, конечно, надо напоминать первое время, то есть точно так же, как с зубами. Вот, но очень помогает поставить в открытом доступе, вот, именно, чтобы в одном месте стояло, вот, у меня недаром вот все стоит вот в такой штуке, очищающие средства у меня хранятся в ванной. Я, например, уходовые средства не храню в ванной, потому что там все-таки влажность повышена и перепады температур, а вот очищающие средства, я считаю, вполне себе могут храниться в ванной, и потому что ими пользуется вся семья, как правило, и они быстро заканчиваются, в общем, в принципе не страшно. Вот, и вот это все стоит, прям как зашел в ванную, вот оно стоит. То есть ты пришел, и тебе ничего не остается, как взять гель очищающего, мыться и потом протереться тоником. Вот, другое дело, что, конечно, первое время приходится напоминать. И, в принципе, для подростка достаточно, вот здесь как раз вижу вопрос Татьяны, достаточно со средством умываться только вечером. В принципе, если вы на ночь не наносите каких-то плотных срез, да, как взрослый, да, то и взрослому человеку не обязательно утром умываться очищающим средством. Достаточно протереться, умыться просто водой, или кипяченой водой, или фильтрованной водой, протереться тоником, или оросить кожу, промокнуть ее гидролатом, то есть этого вполне достаточно. А вот уже вечером загрязнение, и так далее, вот это все нужно смывать. Значит, по поводу очищения, я думаю, мы с вами закончили, да, то есть как бы берем мягкое очищающее средство, приучаем пользоваться тоником, причем не только девочек, но и мальчиков, причем мальчиков, сразу могу сказать, там они, может быть, которые уже начинают там отрастать, щетина у них там лет в 15, вот, их можно приучить к орошению, как раз брать вот тоники или гидролаты с таким вот пульверизатором, да, как бы, и просто орошать лицо, потом взять салфеточку одноразовую промокнуть, вот, или просто бить этот тоник вот так лицом, то есть им больше нравятся пшикалки, вот, а девочки, в принципе, могут нанести спокойно на ватный диск и протереть кожу, как это положено. Вот, значит, идем к следующему этапу, да, если кожа подростка беспроблемная, если кожа подростка беспроблемная, то и не нужно особо, как говорится, кроме очищения и тонизации, ничего использовать лишнего. Если дома очень сухой атмосферный воздух, да, если жарко, если кожа изначально сухая уже, формируется такой тип кожи, да, то есть она склонная, она шероховатая, она матовая все время, да, она такая шелушица, может быть, чуть-чуть, у нее нет выраженных каких-то пор, да, расширенных, то, в принципе, это может быть свидетельствовать о том, что тип кожи такой генетически заложен у этого человечка, сухой, вот, и поэтому, соответственно, надо ее дополнительно увлажнять, потому что сухая кожа, питать ее, может быть, не всегда подростку надо, потому что нужно, чтобы все-таки сами, как бы сами железы функционировали нормально, кожа достаточно быстро у детей обновляется, циальные железы, в принципе, нормально функционируют, но если все-таки склонность какая-то есть к именно сухости, то можно дополнительно увлажнение, вот как вариант это, ну, если, опять-таки, за пример брать гельтек, это увлажняющий гель плюс, который не содержит вообще ничего, кроме гиалуроновой кислоты, высокомолекулярной, сока алоэ вера, и биосахаридной смолы и кукогель, который еще пребиотиком является, то есть поддерживает микрофлору, то есть этого вполне достаточно, то есть можно нанести днем, например, вот это средство, оно немножечко как антиполюшин будет работать, защищать вот агрессию внешней среды, и все, вот, вечером после тоника можно вообще ничего не наносить, и, естественно, если вы под активным солнцем находитесь, конечно, желательно защищать обязательно, точнее, даже не желательно, обязательно кожу от солнца, ну, это и взрослым, и детям, соответственно, если какие-то проблемы есть такие с сухостью близкие к атопии, там уже иногда все-таки нужны средства, ну, не только для, не для лица, да, но и для лица, при склонности такой к сухости, по назначению, как правило, все-таки дерматолога после консультации назначают какие-то еще эмалентные кремы, ну, это легкие, как правило, текстуры, которые содержат, то есть эмульсии, да, которые содержат еще эмаленты, то есть какие-то масла могут содержать, какие-то специальные инвегаторы, которые будут восполнять недостаток липидов, то есть ремонтировать немножко кидролипидный барьер. Ирина, вот вопрос лично у меня. Что такое атопия? Может быть, нужно это пояснить? Мне кажется, не все могут знать. Спасибо, Диана. Ну, атопия – это когда такая группа есть дерматозов, таких как атопический дерматит, как псориаз, когда кожа изначально вследствие вот этой патологии, имеет или нарушенный иммунный ответ и нарушенное образование липидов эпидермальных, церамидов, вот этих липидных пластов. То есть, и поэтому такая кожа плохо удерживает влагу, и, как правило, такая кожа склонна к шелушению, раздражению, если по-медицински это назвать лихинизацией, да, когда, то есть, отрубевидные такие чешуйки, да, образовываются. Вот, и, естественно, такая кожа требует дополнительного смягчения, вот, поэтому используются эмалентные какие-то составы. Вот, а что касается еще, про дезодорант я вижу вопрос, что касается еще, я тоже взяла коробочку, тоже, опять-таки, как приучить подростка. Пользоваться чем-то тоже, сложить ему все в одно место, чтобы его все средства были в одном месте, просто вот, не задумываясь, взял и воспользовался. Вот, ну, я могу сказать по своему ребенку, да, ну, фу-фу-фу, вроде как, особых таких проблем у нее нет, вот, но она как раз отопик, поэтому у нее иногда и на лице бывают всякие такие обострения. И вот, когда у нее больше вот такой вот, как бы, сухость или еще что-то, я ей даю использовать пробиоскин, то есть для сыворотка с прой-прибиотиками нашей новой, которая очень хорошо, кстати, вот, успокаивает кожу, вот, а когда у нее бывают какие-то воспаления, да, например, да, и это я как раз рекомендую тоже мамам подростков иметь у себя, они есть в таком маленьком варианте, есть в большом, это сыворотка с топаками, то есть с азолаиновой кислотой, кислотой. На самом деле с азолаиновой кислотой средств много, существует на рынке, есть медикаментозные, есть, там, уходовые, там, больше процентов медикаментозных, может быть, 15-20% азолаиновой кислоты. Как правило, в уходовых, лечебно-профилактических 10%, вот, как в нашей, с топаками, вот, но здесь еще есть уходовые компоненты, там, депантенол, например, в составе, да, то есть, там, соковая вера, сиборегулирующий комплекс цинкмидь-магний, то есть он еще и ухаживает. И вот эти средства с азолаиновой кислотой, они наносятся на участки с воспалениями, то есть, допустим, на подбородке выскочило несколько прыщей, мы мажем весь подбородок каким-то подобным средством, да, с азолаиновой кислотой, и на протяжении того времени, пока, так сказать, вот эти вот прыщи не исчезнут. То есть это может быть и неделя, это может быть и три недели, и больше, да. На самом деле, если действительно кожа проблемная, о чем мы сейчас чуть позже еще поговорим, вот, там, естественно, применение таких средств продлевается и до полугода, и даже больше, и подсоединяются еще какие-то другие лечебные варианты. Еще хорошо при склонности к воспалениям использовать средства, которые подкисляют среду на коже. Вот у нас есть тоже очень такое бюджетное средство, пектиновый гель на цитрусовом пектине с кислым ПАЖ, который подкисляет среду на коже. Его можно вечером, например, использовать после умывания, если вот есть склонность к воспалениям. Опять-таки, эти советы годятся не только для детей, но и для взрослых. Но для деток здесь нет ничего такого, что нельзя. Вообще, на самом деле, сразу я, наверное, отвечу на такой вопрос, который часто возникает, что детям нельзя или не нужно, можно сказать, нецелесообразно молодым и детям, и подросткам, и даже молодым взрослым лет до 25 и даже порой до 30 использовать средства с активными стимулирующими какими-то компонентами, которые активно стимулируют обновление кожи, деятельность фибробластов и так далее. То есть это пептиды, кислоты, ретинол, это большие концентрации каких-то, опять-таки, витаминов, антиоксидантов, витамина С, неацинамиды и так далее. То есть такие средства, которые мы привыкли видеть, эти компоненты в косметике антиэйдж. А чем лаконичнее состав будет, тем меньше там будет активных компонентов всяких, чем больше там будет именно увлажнение успокаивающих компонентов, тем больше шансов, что это средство подойдет молодому человеку. Вот вопрос не по теме дезодоранты для подмышек, с какого возраста? На самом деле, насчет дезодорантов, я, честно говоря, не придерживаюсь мнения, что это прям жутко опасно. Даже алюминий, содержащий соль алюминия, дезодоранты, они имеют место быть, потому что подросток, который будет испытывать депрессию и какие-то проблемы с социальной адаптацией вследствие того, что он будет бояться использовать дезодоранты, а все друзья от него будут шарахтаться, это хуже для него может закончиться, нежели он будет использовать перед походом в школу или в институт дезодорант, нормальный антиперспирант. Вот, смотрите, по поводу сухих или спреев. Ну, честно говоря, кожу раздражают меньше сухие, такие вот в, как это называется, роллах, таких как, ну, обычно там, дав, там, не знаю, леди спидстик, вот, которые именно, стики, вот, так это, наверное, называется. Вот, потому что спреи, они, как правило, спирт содержат, да, или спиртоподобные какие-то вещества, которые пересушивают кожу и раздражают ее. Поэтому, естественно, там, на ночь не надо ничего это использовать, лучше это все хорошо смыть. Не нужно использовать агрессивные какие-то дезодоранты типа dry-dry, вот, а обычные антиперспиранты вполне можно использовать, когда в этом появилась необходимость. Вот, можно пробовать начинать с каких-то более, ну, экологичных, а-ля те же самые кристаллы, хотя кристаллы – это те же самые соли алюминия. Вот, а может быть, есть, которые без, там, солей некоторые фирмы предлагают, я даже видела подобные варианты, там, в таком масс-маркете типа и фроши, и локситан, в принципе, довольно-таки неплохие, кстати, вот в локситане был в свое время без соли алюминия, очень неплохой дезодорант, действительно эффективный. Вот, потому что в какие-то такие экологические дезодоранты, ну, или там, например, Веледа тоже делает, по-моему, такую планове еще, вот, у них за счет, там, например, добавления эфирных масел, добавления каких-то других компонентов достигается вот этот дезодорирующий эффект, ну, возможно, больше маскирующий. Они, конечно, не блокируют деятельность пота у желез, вот, но если уж совсем прям вот у мальчиков, особенно бывает прям с развитием, как говорится, гормонального взрыва, сильно пот начинает пахнуть, то, конечно, надо использовать. Но пахнет больше даже не пот, а те микробы и, в общем, то, что на коже находились, да. Вот, поэтому чем чаще он будет, чем лучше он будет мыть эту проблемную зону для ребенка, тем, как говорится, меньше будет пахнуть, меньше будет необходимости использовать какие-то более сильные дезодоранты. Вот, поэтому мягким средством мыть с утра встал, помыл подмышками, потом на сухую кожу, на сухую, уже воспользовался дезодорантом. Например, пришел домой, опять помыл, смыл, соответственно, дезодорант, там уже можно ничем, как говорится, не пользоваться, ну или каким-то, действительно, если ему дискомфортно дома, тоже каким-то уже более мягким средством воспользоваться. И, собственно, главное, очищать хорошо кожу. То же самое и с ногами. Ну, с ногами попроще, там кожа не такая требовательная, там, как говорится, не задумываемся мы о том, насколько агрессивный этот дезодорант. Ну, с подмышками там еще, конечно, кожа очень нежная, поэтому, да, я, например, за такие сухие варианты больше, чем за спрей. Ирина, такой вопрос. Очень часто, когда возникают какие-то проблемы подростка с кожей, некоторые родители думают, что, ну, само пройдет, надо только подождать, пока вот эта грань пубертатного периода будет пересечена. Почему это неправильно и что? Объясните нам. Да, Диан, совершенно верно. Это неправильно, потому что действительно вот это вот старое такое утверждение, типа, перерастет, оно приводит к тому, что ребенок не перерастает, или к тому моменту, когда он это перерастает, у него уже образуются глубокие, как правило, гипотрофические рубцы, которые уже ничем не убрать, или очень сложно убрать, или очень дорого и болезненно убрать. То есть, да, постакны как раз. То есть, если есть постакны, то с ними надо бороться, но и бороться с появлением постакны. То есть, поэтому я всегда радую за то, чтобы, если у ребенка появились именно уже проблемы, то есть это прыщи, это какие-то, особенно если глубокие, такие красные папулы, глубоко расположенные, которые оставляют после себя пятна, то надо идти к дерматологу и подбирать уже средства лечебные. И зачастую эти средства, ну, довольно-таки считаются агрессивными, но они помогают человеку как раз пережить вот этот пубертатный период и гормональный взрыв без последствий. Ну и, естественно, препараты первой линии такие – это ретиноиды топические. Вот. Соответственно, когда ребенка вы ведете к дерматологу, да, он видит вот эту всю клиническую картину и назначает вам ретинол, естественно, топический, да, не пероральный. Хотя у подростков, ну, точнее, больше, это не совсем у подростка, а уже там где-то где-то лет ближе к 18, 19, 20, бывают прямо очень резкие обострения акне, это уже заболевание. То есть с заболеванием мы идем к врачу, да, то есть без заболевания мы ухаживаем за кожей просто сами, да, если не заболевание, идем к врачу. Так вот, бывает действительно, особенно у мальчиков, резкие так называемые фульминантные акне, когда прямо обсыпают все, там, и спину, и плечи, и лицо, и очень глубокие, и прямо узлы, вплоть до свящевых ходов, конечно, это не перерастет. И здесь уже иногда требуется даже назначение таких очень серьезных препаратов, как системных ретиноидов, да, например, это рокутан и так далее, да, но это все прерогатива врача под строгим контролем функции печени, функции кровотворной, кровосвертывающей системы. Вот, поэтому это все очень такое лечение уже активное. А вот топические ретиноиды, они, в принципе, ну, не столь страшны, да, они немножечко просто раздражающим эффектом обладают, когда мы начинаем лечить пациента. Вот, но это все можно спокойно пережить, это все регулируется разнесением по времени, да, то есть когда мы наносим реже, или там на какое-то время при появлении раздражения убираем этот препарат там на 3-4 дня, потом опять возобновляем нанесение. Вот, но ретиноиды – это, наверное, единственный такой вариант, который действительно может реально помочь при подростковом акне вот эту проблему как-то минимизировать. Но, естественно, нужно с консультацией врача это все делать. Есть различные варианты, есть чисто, допустим, врач опять-таки смотрит, какой из этих препаратов вам подобрать, или вам нужна комбинация с антибиотиком, или наоборот без, или комбинация с бензоилпероксидом, или наоборот разносить с бензоилпероксидом по времени, да, то есть есть различные схемы, то есть есть препараты, в которых уже внутри находятся комбинации того же самого адопалена и бензоилпероксиды, такие препараты, как эфизел, например, он используется один раз в сутки вечера, все они ночные. Вот, есть препараты, допустим, имеющие чистый адопален, например, в составе, да, иногда назначают так, допустим, ретиноид вечером на все лицо, как говорится, потому что он и стимулирует обновление кожи, и тем регулирующим действием обладает, и вот этот фолликулярный гиперкератоз, так называемый, вот это повышенное роговение, в том числе внутри протоков сальных желез, то, что закупоривает таким субстратом поры, убирает, да, и, а, например, бензоилпероксид, который, ну, фактически, как пелик, да, он фактически не дает, предотвращает распроявление постакне, наносит уже локально на те места, где есть воспаление, да, либо вот в комплексе. То есть, в принципе, если есть вот такая проблема, нужно идти к врачу и подбирать препарат, который будет реально помогать, да. Даже сама золойная кислота, если это уже акне, там, второй, третий и дальше стадии, она не справится одна. Значит... То есть, правильно ли мы поняли, что если, что, во-первых, нужно не допускать появления постакне и начать снижение, и идти к врачу. А еще такой момент, вот... Боятся использовать то, что врач назначит, потому что начитаются интернеты и боятся всего, да, они прочитают ретиноиды, да, и даже некоторые, вот я столько сталкивалась, что прочитают про ракутан, да, а им назначили просто мазь с ретинолом, да, с адопаленом. Они уже считают, что печень сейчас отвалится у ребенка от того, что они будут ему мазать там вот этот вот дифирин тот же самый. Спасибо. А вот такой еще момент. Если ребенок, это очень частая ситуация, начинает сам давить прыщи, это не очень хорошо, и как его от этого отучить? Ужасно, да. На самом деле для этого желательно дома иметь цинковую болтушку. Вот я тоже притащила свою. У меня, правда, профессионально, это Биодерм профессионал, это Джиджи фирма израильская, да, но такого же плана продается в аптеке, за сущие копейки называется Циндол. Вот Светлана, кстати, правильно в чат тут написала. Циндол, да, и сейчас есть еще подобные болтушки. Просто смотрим, чтобы это была именно болтушка, то есть суспензия в составе, там, хорошо, чтобы был цинк, камфора, там, что-нибудь такое. И это именно подсушивающее средство, то есть которое наносится ватной палочкой локально на прыщи. То есть как бы это выглядит вот так, то есть она, как правило, там на спирту это все дело, вот, может быть, на салициловом спирту, то есть салициловая кислота может быть, вот, и мы берем на ватную палочку и прям вот на прыщик наносим, вот так. И все, и оставляем, пока он там подсохнет, само потом можно это все отряхнуть. Вот. Если прям вот гнойники, бывает, прям вот обсыпало, да, иногда это связано с посещением бассейна бывает, что-то такое, да, то можно на несколько дней назначить антисептик кожный. Вот у меня, например, актенисепт дома всегда есть. То же самое, когда если у взрослых, или вот мальчик, который начинает уже бриться после бритья, там бывает тоже поцарапался раздражение и прыщики обсыпает. То есть можно антисептиком кожным, ну, хлоргексидин, он там чуть попроще, либо вот актенисепт наносим на ватную диск, протираем. Ну, не больше там 4-5 дней, как правило, по 2 раза в день протирать и вот локально на прыщи наносить болтушечку или ациндол или что-то подобное. Так. Такой вопрос, Ирина. Бывают такие ситуации, когда сыпь, которая появляется на коже, связана непосредственно с циклом, а в остальной период кожа чистая или практически чистая? Как с этим быть? Да, сейчас скажу. Единственное, я отвечу на там вопрос по поводу кожный антисептик. Это же не то, чем мы руки сейчас мажем. Нет, это не то, это другое. То есть эти антисептики безспиртовые, они предназначены, как правило, для обработки кожи, слизистых. Иногда некоторые там, как хлоргексидин, 0,05% для полоскания, тот же самый ремистин. То есть это не те антисептики, которые мы протираем руки, когда нам некогда помыть или негде, да, а это именно антисептики для кожи и слизистых. И спирта там в составе быть не должно. Вообще спиртовые какие-то компоненты, ну, спирт, содержащие, за исключением локального, да, нанесения на прыщ, для кожи запрещены. То есть нельзя их использовать. То есть вот это протирание, как иногда, по бабушкиным рецептам салициловым спиртом, оно может привести к очень пагубным последствиям, к сожалению. Вот, значит, по поводу прыщей передмесячными, да. Да, действительно, очень часто это бывает, и у взрослых также те же самые, как говорится, проблемы, и бывают у молодых девочек. Когда уже цикл установился, проблема в том, что у взрослых, как правило, все-таки цикл, ну, чаще всего уже стабильный, да, а у подростка бывает, что цикл очень нестабильный, сложно отловить тот момент, когда должны прийти, как говорится, вот эти вот критические дни. Поэтому, если есть такая возможность, то можно за неделю до начинать пользоваться какими-то профилактическими средствами, то есть тот же самый стоп-окне, начинать наносить на те места, где, ну, чаще всего в тезоне, да, где возникает чаще всего по вот этой вот части, нижняя часть, да, лица чаще всего возникают, когда ассоциированы вот с как раз с астрогенами, да, и с прогестероном прыщи, да, то есть как бы с гормонами, женствами. Вот, поэтому можно сразу начинать использовать то же самое стоп-окне. Конечно, не факт, что это 100% вот устранит возможность появления, но как бы это помогает. Кроме того, можно именно как раз в этот период, вот, дополнительно какое-то отшелушивание провести, ну, то есть минимизировать там какую-то декоративную косметику, если использовать, ну, для того, чтобы причину в виде закупривания пор, да, максимально устранить вот этот вот, триггер вот этот. Вот, и в эти дни снизить, ну, я хотела о диете потом когда-нибудь поговорить, ну, сразу скажу, снизить потребление сахара, особенно рафинада, каких-то вот сладостей, которые с добавленным в них сахаром, да, то есть как бы производственные сладости, да, не то, что ты там сам яблочко с медом запек, а, как говорится, там шоколад, особенно вот эти вот химические, так называемые, а-ля киндер-сюрприз, да, то есть молочный шоколад, который вообще шоколада в своем составе, как правило, не содержит. То есть вот это вот убрать, да, чуть-чуть нормализовать потребление чистой воды, потому что вообще ребенка сложно организовать опять-таки на потребление чистой воды, вот, но я тоже нашла способ, чтобы немножко стимулировать это, так говорится, как для старшего, так и для младшего. Вот, красивые бутылочки покупаются для этого, да, набивается, ну, у меня обратный осна стоит дома, я своей водой пользуюсь, да, либо покупная, у кого вода там, то есть и наливаю чистую водичку утром, чтобы они в течение дня ее потребили с собой, там, в школу, какие-то занятия, то есть вот эти вот красивые такие бутылочки с интересными какими-то такими подростковыми картинками, они стимулируют к тому, чтобы ее достать и при своих друзьях там демонстративно выйти, потому что сейчас модно, там, с какой-нибудь чашкой из-под кофе ходить и так далее, и селфиться с ней, вот такие вот интересные всякие бутылочки тоже можно использовать. А еще у нас вот вопрос висит про адапален, можно ли использовать его летом? Ага, смотрите, хороший вопрос. На самом деле ретиноиды использовать можно круглый год, но они требуют осторожности с солнцем, вот, потому что они могут, конечно, свето, вот эту фоточувствительность кожи повысить. На самом деле ретинол, это такой в уходе, например, как антиэйдж, да, препарат, это, конечно, больше сезонный вариант, но с другой стороны мы понимаем, что мы не все живем в средней полосе, да, кто-то живет в Калифорнии, кто-то живет в Израиле, да, где постоянно солнце, поэтому там совершенно другие правила получаются, ну, то есть тогда вообще нельзя там использовать такие средства, конечно же, вот, можно, просто тогда мы защищаем кожу дополнительно от солнца, чтобы прямые солнечные лучи, ультрафиолет не воздействовал на нее с нанесенным препаратом, ну, естественно, эти препараты все используются на ночь, а днем мы должны защищать кожу от солнца. В случае подростков лучше всего, ну, или обладателей взрослых жирной комбинирной кожи, например, лучше всего брать SPF с текстурой oil-free, то есть как вариант, вот, наш гильтековский мультипротектор, либо какие-то еще, есть неплохой SPF с легкой текстурой в серии аптечной Aven Cleanance, да, то есть именно Cleanance, вот, который предназначен тоже для жирной кожи, имеет легкую текстуру. Есть Биодерма, известная марка тоже, аптечная, там есть такая серия солнцезащитных средств, аквафлюид, он есть без тонального эффекта, а есть с легким тональным эффектом, вот, что тоже может быть кому-то интересно и важно, вот, то есть все они имеют уровень солнцезащиты 50, да, или 50+, и, соответственно, вот, либо мультипротектор, либо эти варианты, да, или какие-то еще, которые у вас там продаются, да, которые, ну, я могу просто не знать, что там, на какой территории, где, в какой стране продается, да, то есть смотрите, чтобы текстура была желательно oil-free или прямо легкая-легкая эмульсия. Так, есть какой-то еще вопрос? Да, Ирина, вопрос, если вот как раз актуально в тему солнца, иногда во время активного солнца действительно появляются прыщки, что с ними делать и вообще почему это происходит? К сожалению, да, ультрафиолет, он стимулирует деятельность специальных желез, именно с этим это связано, и, в общем, окна могут обостряться после солнца, и это такой коварный, на самом деле, факт, потому что иногда вот сами прыщи становятся менее заметны на загорелой коже, и люди пытаются как-то замаскировать их, загорая, да, то есть или загорая, или в солярии загорая, что еще хуже. Вот, но на самом деле, к сожалению, это только может спровоцировать обострение, поэтому, кстати, вот я не сказала по поводу защиты, это не только кремом защищать, но это и шляпы какие-то, панамы, бейсболки, широкополые, это большие очки, то есть это вот именно такая защита и механическая в том числе. Вот, по поводу прыщей после солнца. Значит, на самом деле сам ультрафиолет может спровоцировать, ну и всякие сопутствующие дела, такие как купание где-то там в бассейне, в море и так далее, то есть связанные с именно, ну, нахождением, контактом с, ну, какой-то грязью, да, условно говоря. Вот, поэтому что желательно, да, ну и опять-таки использование самих солнцезащитных средств, оно может тоже какой-то такой иметь, с одной стороны это очень нужно, да, с другой стороны может и поры забить, а все зависит от того, как подойдет средство, да, нужно опять-таки методом пробу-ошибы каждому человеку подбирать индивидуально. Что важно, после того, как вы сходили там на солнце, на пляж, позагорали, попипались, нужно обязательно хорошо тщательно смыть этот СПФ, да, опять-таки воспользоваться гидрофильным маслом сначала, потом пеночкой, например, и просто вот убрать это все с лица. Вот, обязательно потом протонизировать кожу. Вот, если действительно обсыпало после вот какой-то такой инсоляции внезапно, да, не уберегся, то опять-таки нам в помощь на несколько дней можно антисептик, опять-таки, если это гнойничковые какие-то высыпания, да, вот, и локально на прыщички наносим подсушивающую болтушку. Ну, больше, в принципе, никаких вариантов нет, то есть лечение, оно продолжается, как говорится, и продолжается, если оно есть, да, если это какое-то эпизодическое, то вот снимаем такое обострение. Если от солнца просто краснеют скулы, ну, как бы, да, солнцезащита, причем и механическая, и с помощью СПФ. Кроме того, можно, здесь как раз больше, я так подозреваю, светлансосудистый компонент, потому что это не акне, не прыщи, да, а именно расширение сосудов, да, то есть по типу, как при азации на папирозе. Вот, поэтому здесь можно еще всякие успокаивающие делать такие мини-процедурки, то есть брать какую-то тряпочку, да, масочку одноразовую, пропитывать ее успокаивающим лосьоном, то есть каким-то, там, тем же самым, вот у нас есть, кстати, с сосудистыми компонентами, очень классная штука, лосьон-концентрат Нео в Гельтеке, я его люблю сама, если я его с собой не принесла, это потому что мое, мой тоник, не детский, вот, у меня остался в ванной, там очень много всяких активных экстрактов, в том числе арника, плюща, это хорошие винотоники, как бы, или пассомальный дегидрокерцетин, вот можно им пропитать какую-нибудь тряпочку и нанести, там, на минуту на 15, можно гидролатом побрызгать тряпочку, нанести, то есть именно вот такие вот успокаивающие компрессы делать, это очень хорошо снимает раздражение и вот эти покраснения, вот, можно делать полноценные маски, по типу, как я вот в вебинарах часто рассказываю, когда мы берем гель для сухой нормальной кожи Нео, на очищенную кожу наносим, но это для взрослых, я отвечаю на вопрос, детям нельзя это делать, вот, это вот я отвечаю на вопрос, как с сосудистыми вот этими покраснениями бороться, вот, то есть можно нанести гель, потом тряпочкой закрыть, пропитать эту тряпочку лосьонным концентратом Нео, закрыть полотенчиком сухим и полежать так 20 минут, вот тоже очень хорошо восстанавливает, ну, такое дело, прям белое личико. Ирина, а возвращаясь вот к подросткам, да, мальчиков у нас не просто приучить, как мы уже отметили, вот, и мальчик в какой-то момент начинает бриться, как ухаживать вот за кожей после бритья так, чтобы ребенок точно это делал, какой-то минимальный комплект, да. Вот, минимальный комплект, я считаю, это вот, ну, здесь в данном случае октанисеп будет дороговатенько, обычный хлоргексидин, я просто его с собой не взяла, обычный хлоргексидин за 3 копейки 0,05%, только без спиртовой. В общем, антисептик и регенерация, вот регенерация будет заживлять микротравмы, которые он себе нанес бритвой неизбежно, да, и, соответственно, предотвратит вот это вот все, появление воспаления. А антисептик, он как раз продезинфицирует после бритья вот эти микротравмы, и, соответственно, в данном случае предпочесть лучше в качестве антисептика обычный хлоргексидин 0,05%, самый такой вот аптечный дешевый такой белый-красный пузырьки, как правило, он продается. Вот, и просто на ватный диск протер или там на руку нанес вот так протер. И, кстати, советую точно то же самое делать всем, кто пользуется бритвой, например, для того, чтобы побрить подмышки, там еще что-нибудь. Вот, то есть тоже обязательно антисептиком. Это как раз предотвратит появление каких-то вот воспалений в тех местах, которые обработали бритвой. Так вот, подростку поставить этот хлоргексидин, поставить интенсив регенерацию, он побрился, протер хлоргексидином, потом нанес интенсив регенерацию. И что еще важно, надо его приучить, чтобы он обрабатывал бритву, то есть чтобы он там щеточкой какой-нибудь с мылом антибактериальным, да, промыл ее как следует, да, и поставил его сушиться. И очень даже хорошо, чтобы стоял какой-нибудь антисептик спиртовой для рук, наподобие, как вот сейчас мы все протираем руки, как бы для гигиены, да, вот, и побрызгать на эту бритвочку, да. Если это бритвы одноразовые, да, соответственно, заменять их вовремя. Если там несколько разами можно побриться, да, обязательно их обрабатывать, потому что на этой бритве остаются как раз микробы, и вот они потом при следующем применении туда и на коже, соответственно, и попадают, обсеменяют ее. Вот, поэтому хлоргексидин, обрабатывать бритву, ну, если совсем ленивый подросток, ну, обработайте эту бритву за него, потом, когда он побрился, и поставьте. Я иногда за своими детьми зубные щепки намываю, ну, что поделать, ну, не всегда я уверена, что они сделали это сами. Вот, то есть, либо можно там кипятком пролить эту бритву, ну, в конце концов, да. То есть, главное, чтобы бритва была чистая, и она полностью высыхала, не стояла влажная где-то, не лежала вот вниз головой где-то вот во влажном, грязном стакане, ни в коем случае. Вот это важно. Вот. Сейчас пока на все вопросы я вроде ответила. Про, наверное, проблемную кожу мы в процессе, да, как бы практически все обсудили, да, основное это подкисление, мягкое тоже очищение, это антисептики, если обсыпала гнойниками, да, на короткое время, да, это обязательно обязательно, ну, как профилактические средства, это стоп-акне, да, например, с изолониновой кислотой. Некоторым неплохо для ухода помогает демотен, вот, но сразу могу сказать, что он содержит серу, да, сера является противоуспалительным компонентом, ее не любят клейш-демодекс кушать, вот, ее не любят пропионобактерии акне, но не всегда, то есть есть люди, которые на серу реагируют не очень адекватно, да, и, соответственно, может тоже, опять-таки, это все индивидуально. Кому-то вот пробиоскин идеально подходит, еще ни одного человека, не знаю, кому бы он не подошел. С демотеном знаю, кому иногда не подходит, да, но некоторые просто в диком восторге от демотена, что, в общем, поддерживают очень хорошо ремиссию, акне и так далее. Вот. Чем девочкам-подросткам смывать макияж? Да, взрослыми средствами смывать однозначно, потому что другие не справятся. Я уже, как бы, упомянула об этом, да, то есть если используется декоративная косметика, то мы сначала смываем ее гидрофильным маслом, потом смываем пенкой, либо гелем, вот, причем гидрофильное масло наносится на сухую кожу, то есть и размы, ну, как бы, распределяется, да, вот, потом берется водичка, да, и с водичкой это все размыливается, эмулируется, потом смывается уже большим количеством воды, и потом уже в зависимости от того, какое у вас гидрофильное масло, там, более-менее качественное, вот, можно использовать еще гель, ну, желательно использовать гель, вот, можно не использовать. Надо девочку приучить, как понять вообще эффективно, ли ты умылся. То есть берете тоник, ну, хороший какой-нибудь качественный тоник, а-ля там с ахакислотами вот наш, наносит она на ватный диск, и после умывания протирает лицо и смотрит на эту ватку. Если там остались средства тонального, следы, да, бежевые, вот, значит, надо еще раз умыться. Вот, если не остались, значит, все хорошо. И еще очень важно девочкам объяснить, чтобы они, если они наносят, они любят смотреть блогеров всяких, у них там целая куча кистей всяких, спонжей, этих яиц розовых, там, не знаю, которыми они наносятся, тональные средства, вот, бьюти-блендеры так называемых. Так вот, вот это самые распространенные рассадники микробов, конечно, потому что наносить-то они наносят, а вот дезинфицировать вряд ли успевают. Поэтому, соответственно, если используются кисти, и прямо вот вынь да положь, они нужны, эти кисти, значит, надо приучить их обрабатывать. Во-первых, купить средства на спирту для очистки кистей хотя бы после использования, пробрызгать ватным диском, там, или ватным какой-то, или тряпочкой какой-то, и спонлейсом вот это все поснимать, да, то есть продезинфицировать после использования. Раз в неделю, как минимум, их нужно мыть. Если это хорошие, качественные натуральные кисти, их можно мыть обычным шампунем для волос, можно даже с бальзамом, вот, чтобы они дольше прослужили. Их нужно сушить в горизонтальном положении, да, то есть не вот так, потому что нальется туда, где клей вода, да, вот это все там потом растворится и будет выпадать волос из этих кистей. Вот, соответственно, в горизонтальном положении, либо вниз, вертикальном, такие есть, можно самому даже сделать из пружинки, держатель для кистей, и в художественных магазинах они для художников продаются. Вот, и можно вот так вот наставить туда эти кисточки, да, вот так вот они там торчат, да, вниз головой, и вот так вот сохнут. Не сушить на батарее, то есть нормально, при комнатной температуре сушить. Вот, раз в неделю обязательно обрабатывать, вот, и обрабатывать после каждого применения спиртовым каким-то вот средством для кисточек. Вот, по возможности, конечно, если кожа проблемная, заменить эти способы нанесения, да, аппликаторы все многоразовые на одноразовые, то есть спонжи заменить на ватные диски, там, те же самые аппликаторы заменить на ватные палочки, да, и наносить, или вообще пальцами чистыми наносить. На самом деле, очень много даже есть всяких интересных даже блогеров, мне встречалось там на просторах интернета, которые именно пальцами макияж очень мовко наносят, как бы это, кстати, я считаю, лучше, чем если брать какие-то кисточки и так далее. Вот, то есть можно действительно руками, половину мейкапа, полупрофессионально даже сделать, при желании. Вот, карандаши использовать предпочтительно, там, например, вместо теней, да, растушевывать ватной палочкой, то есть карандаш мы поточили, он уже явно чистый, да, а тени, там вот это все, конечно, скапливается тоже грязь. Нужно следить за сроками годности косметики декоративной, приучать их, чтобы они смотрели сроки годности после открытия, да, то есть записывали, когда открыли прям маркером на этой коробочке, да, и потом, значит, смотрят, уже все, прошел срок после открытия, выкинули без сожаления, дали ей деньги на новые тени, в конце концов. Вот. Еще надо как-то вот искать компромисс с ребенком, если часто, то есть действительно, если прям вот такая потребность, ну вот бывает, такая компания собралась, вот все ходят там с каким-то макияжем а-ля там какой-нибудь герой аниме. Вот. И, естественно, надо договориться с подростком с проблемной кожей, чтобы, ну, не таскал каждый день тональник на себе девочка в школу, да, то есть, да, пускай там куда-то на праздник там или там, может, два раза в неделю ради интереса, да, в мейкапе пошла, если там в школе не запрещают это, какую-нибудь вечеринку, да, то есть не надо совсем прям вот, нет и все, да, ну, когда совсем это будет запретный плод, она будет наносить в подъезде этот макияж. Вот. И там же грязным чем-нибудь смывать перед заходом домой, как мы в свое время шапки прятали в почтовый ящик, а потом наши бабушки их находили там. Вот. И поэтому, конечно, совсем запрещать нельзя, а вот как-то минимизировать можно, то есть, как бы, качественную косметику купить. Не какой-то там, чтобы она там покупала дешевую пигмент, извиняюсь за выражение, а нормально как бы пользовалась хорошей косметикой. Ирина, а вот возвращаясь к теме ухода, скажи, пожалуйста, нужен ли увлажняющий крем подросткам? Увлажняющий крем, я уже вначале говорила, нужен тем подросткам, которых склонность к сухости кожи. То есть, кожа постоянно шершавая, матовая, пор не видно, она, ну, вот такая вот немножечко топичная. И тогда, да, увлажняющий крем нужен. А так, в основном, достаточно для, ну, до, там, определенного возраста, не знаю, лет 25-ти, так точно, вполне достаточно молодым обычно гелевых средств, то есть легких-легких гелевых средств. В плане, конечно, так, вот, вижу вопрос. В случае окне после средства мани-тоника увлажняю крем. Ага, живем в Израиле, нам косметолог советует увлажняющий крем с эффектом защиты от солнца. Нет, с эффектом защиты от солнца он, если он дополнительно еще увлажняющий компонент содержит, это очень даже хорошо. Просто фильтры, которые там содержатся, да, их все равно нужно это средство потом, когда вы пришли домой с солнца, смыть, тщательно смыть, да, нанести тоник, а там дальше уже можно каким-нибудь гелевым средством закрыть, да, а может вообще ничем. То есть подростка, по идее, кожа должна сама функционировать нормально, да, без всяких кремов и гелий. Вот, если есть склонность к сухости, обезвоженности, опять-таки, да, влажность снаружи очень низкая, да, вот, то тогда, да, какие-то дополнительные увлажняющие средства, как правило, с высокомолекулярной гиалуронкой, с хитозаном, с каким-нибудь там, не знаю, с фукагелем биосахаридной смолой, то есть именно поверхностными такими влагоудерживающими компонентами нужно. Какие-то там дорогие ультра- и низкомолекулярные гиалуронки не нужны детям. Это уже ближе в антиэйдж, да, такое применение. Деткам они не нужны. Какой фактор использовать детям при прогулке в жарких странах? 50. 50, однозначно. 50, 50 плюс. Вот, и чем ребенок меньше, тут как бы, может быть, даже уже не подростки, а больше, чем больше должно быть фильтров минеральных в составе, да, то есть в идеале, если это ребенок с атопическим дерматитом, или это маленький ребенок, что-то желательно, чтобы там в составе этих средств, ну, был минимум химических фильтров, или они имели очень хороший профиль безопасности, да, то есть, как правило, это достаточно дорогие средства, вот, например, средства для лица, да, наши мультипротекторы, там самые вообще продвинутые фильтры химические. И то, например, для совсем маленьких деток мы тестировали, мы применяли, очень хорошо переносится, но все равно надо потом смывать, обновлять надо, вот. А что вот искать в составах, какие вот безопасные ингредиенты должны быть, чтобы поры не забивались, чтобы... Ну, поры забивались, на самом деле, любыми. Другое дело, что маленьким деткам мы можем взять минеральный экран, да, который содержит только, например, диоксид цинка, диоксид цитана, оксид цинка, да, например, вот, ну, или либо то, либо другое, либо комбинацию не содержит фильтров, да, каких-то других химических, вот. А если, допустим, все-таки с химическими фильтрами, да, какое-то средство, и, как правило, ну, чаще всего средства для взрослых, они содержат комбинацию и физических, и химических, если у них СПФ большой, вот, то там надо смотреть уже по безопасности. Я сейчас, наверное, не буду перечислять какие-то вот странно звучащие ингредиенты, потому что все равно никто это не запомнит, а-ля, там, циносор, ПМ, там, триозины и так далее. Вот, просто есть на самом деле очень много информации в сети о безопасности. Понятно, что если вам видите, там, какой-нибудь бензофенон-3, да, не надо, это старого поколения, там, допустим, фильтры. Но тоже все, все, все по-разному, да, можно встретить там информацию, что тот же самый актоприлен и авобензон, например, не очень безопасный. Да, конечно, может быть, в большой концентрации, и если не сбалансировать его антиоксидантами какими-то в составе, то, может быть, он будет, ну, там он даже больше не про безопасность, а больше про эффективность, да, потому что тот же самый авобензон, он не очень стойкий, да, скажем так. Поэтому, например, у нас в увлажняющем кремль, да, который из ПФ-10, то есть для того, чтобы маленький СПФ сделать, небольшая концентрация именно этих фильтров выбрана, но хитрость в том, что, во-первых, именно комбинация этих двух, она поддерживает их вместе, да, и они не теряют свой СПФ-фактор в течение эксплуатации, а во-вторых, там еще добавлен хитрый ингредиент, который можно найти на этикетке, это тиносорпен, то есть это очень хороший антиоксидант, который не дает как раз тому же самому авобензону окисляться, вот, поэтому очень сложно, конечно, не зная, вот химию досконально, да, вот так прямо оценить, да, но с другой стороны можно просто запомнить, что вот совсем маленьким деткам лучше минеральный экран, вот, а постарше смотрим уже, как говорится, комбинацию из физических, химических фильтров. И расскажи, пожалуйста, если вот я, например, девочка 13 лет, живу в Москве, но по твоей рекомендации применяю все-таки средства с кислотами, поскольку у меня акне такие, как там тоник с ахокислотами, гильтек, стоп, акне, нужен ли мне СПФ и какой фактор использовать конкретно в Москве, в средней полосе? Значит, проще всего ориентироваться на индекс инсоляции, то есть на ультрафиолетовый индекс, который мы можем все посмотреть в прогнозе погоды, вот, и так называемый УФ-индекс, он каждый день разный, может быть, это зависит от, там, я не знаю, расположения какой-нибудь озоновой дыры над вами и так далее. Вот, то есть может быть пасмурно, но индекс инсоляции может быть, там, 4, 5 и 6, да, а может быть солнечно, а индекс инсоляции, там, 2 и 3, то есть такое тоже может быть. Поэтому проще действительно ориентироваться не на яркость солнца, а на именно индекс инсоляции. И запомнить такую простую, как бы, зависимость. Если, допустим, индекс инсоляции не превышает 2-3, то можно, в принципе, если вы не используете каких-то кислот и так далее, как-то, где она спасила, да, вообще не пользуется СПФ. Если используется кислот или что-то такое, типа ретинол, содержащих препаратов, то достаточно СПФ от 8 до 15. Если вы используете какие-то, допустим, средства, а индекс инсоляции уже выше 4, то желательно, чтобы СПФ был минимум 30, а лучше 50. Вот, если же вы проходите, например, курс пилингов, да, это не без, как бы, без отношения к детям, да, а именно для взрослых, да, вот проходите курс пилингов, да, вот это осенний-димний период, кажется, вроде и солнце там неактивное, вот, то все равно вы должны днем использовать СПФ 50, несмотря на то, что индекс инсоляции, например, может быть 2. То есть ориентируемся на индекс инсоляции, где-то до 2 не нужны, опять-таки, если с 2 до 4, то где-то 8-15, от 4 и выше уже 30-50, как говорится. Вот, в таких регионах, где очень активное солнце, именно индекс инсоляции очень высокий, таких, как вот та же самая Калифорния или Израиль, там, конечно, желательно блокировать солнечные лучи по возможности максимально, то есть максимум минерального экрана должно быть, это 50+, а то и, ну, понимаете, в чем дело, то есть 50+, и, например, 90, если на банке написано, все равно блокируется около 98-99% солнечных лучей, поэтому, по-любому, это должно быть еще механическая защита, чисто вот шляпы, очки не подставляться под солнце, вот, но, да, берутся уже конкретно такие санблоки. Вот, ответила, да? Да, спасибо. По поводу гигиены, может быть? Так, про уход мы уже много чего вроде, да, проговорили. По поводу гигиены пару слов скажу, а там уже про уход вспоминайте вопросы свои, да, и я прям отвечаю еще. Значит, что у нас с гигиеной, да, ну, первое, к чему надо приучить, опять-таки, ребенка, и я это тоже в первую очередь сделала в свое время, это повесить в ванной рулончик с одноразовыми полотенцами, вот этими вот кухонными, а-ля там Зева или папе, да, ну, смотреть просто, чтобы они не оставляли ошметок на лице, качественные просто брать, не самые дешевые, вот, то есть как бы, и вот это вот полотенечко не сильно это ударит по бюджету, если утром каждый оторвет себе салфеточку и вечером, и опять-таки, когда гости приходят, тоже не обязательно всем полотенце вешать, вот одноразовую взял и выкинул мусорку, вот, и лицо вытирать, промакивать только одноразовыми полотенцами, это вот особенно нужно для проблемной кожи, потому что, ну, никто не застрахован от того, что вашим полотенцем вытерся, кто-то вытер руки, даже если у вас отдельное полотенце для лица свое, не застрахованного от того, что оно упало, и вот тут же подняли и повесили на место, а еще прошлись по нему, вот, то есть как бы это очень важно, то есть одноразовое полотенце. Если, опять-таки, проблемная кожа, да, то важно поддерживать частоту постельного белья, то есть раз в неделю мы меняем, и если обострение какое-то, то ежевечернее проглаживаем наволочку, утюгом, вот, это для того, чтобы, как говорится, снизить риск обсеменения собственной же микрофлорой, да, какой-то патогеной, теми же самыми демодексами и так далее, вот, чтобы это все, как говорится, не обратно туда-сюда не циркулировало. Вот, то есть вот эти вот две самые простейшие манипуляции, они иногда очень хорошо уже помогают нормализовать состояние кожи, то есть одноразовое полотенце и чистая наволочка. Вот, про гигиену средств, как говорится, для нанесения макияжа я вам рассказала, да, и про свой приводности. Что еще важно? Ну, естественно, не пользоваться чужой косметикой, это понятно, так же, как и зубной щеткой. Вот, то есть, что еще важно, да, если посещают бассейн, спортзал, то обязательно нужно умыться, если вообще прям, ну, я сомневаюсь, что есть такой спортзал, где негде потом умыться, принять душ, да, ну, в конце концов, какие-то салфетки с нейтральным составом, да, найти, да, или какие-то с собой ватные диски, флакончик с тоником, с каким-нибудь мицеллярным лосьоном, с мицеллярной водой, там, с тем же самым лосьоном очищающим нашим любой мицелляркой, там, а-ля, там, ядер массы с ней с собой носить, и флакончик с тоником протереть сначала мицелляркой, потом протереть тоником. То есть, если негде умыться, используем мицеллярные лосьоны. Мицеллярные лосьоны всегда смываем, вот, либо тоником, либо водой. Вот, то есть, после спортзала, после бассейна, после каких-то вот этих вот, каких-то игр, да, когда вспотели, там, грязной рукой утирались, там, вот это вот все, тоже нужно, конечно, лицо очистить. Но при этом не осаждать какой-то панический страх перед грязью подростку, потому что умываться нужно не чаще, чем, там, один-два раза в сутки. Потому что если подросток действительно как-то вот зациклится на этом и будет пытаться, там, умываться каждые, я не знаю, два часа, то от его гидролепидного барьера защитного, ничего не останется, соответственно, будут проблемы. Вот, это что касается гигиены, да, вот, наносить какие-то плотные кремы не надо, да, то есть, я наблюдала сама несколько лет назад, тоже у меня запомнилось, пришла с детьми в бассейн, и там девочки лет 15 позанимались, вышли в раздевалку, все как одна достали невею синие в баночки, и давай вот как вот показывают им по телевизору наносить. И я просто в ужасе смотрю на них и думаю, господи, у них еще совершенно нормальная кожа, без всяких закупоренных пор, без всего, и вот они вот этим самым себе, конечно, проблему потом создадут. Вот, ну, мне что-то не стало, конечно, у них свои родители это есть, я их не знаю, и можно, как говорится, потом пошлют куда подальше, вот, но так делать нельзя тоже. Как тяжело быть мамой-косметологом, сердце разрывается просто. Да, но зато у меня ребенок уже консультации дает своим друзьям-подросткам, вот, другу своему прыщи тоже, там это помогла подлечить. Вот. Я предлагаю немножечко уже приближаться к концу, потому что у нас тайминг, вот, если есть какие-то вопросы, это будем рады. Давайте депрессивно, каратенечко раз в конце, да, уже? Угу, буквально, да, пару минуток. Вот, значит, что важно, естественно, для ребенка, да, чтобы было сбалансирование питания, да, конечно, идеально, если ребенок придерживается этих всяких зожных принципов, да, то есть, там, мяско, там, какой-нибудь не фастфуд, там, овощи сырые ест и так далее. Конечно, вот, сырые овощи, это очень надо, овощи, фрукты, да, для того, чтобы у нас поступала клетчатка, опять-таки, чтобы у нас пищеварительная система хорошо работала. То есть, если у ребенка склонность к запорам, то 80%, что у него это отразится на коже тоже. Вот, поэтому что можно с этим сделать, да, ну, по крайней мере, я вот так с младшим поступаю, вот, потому что он сам себе точно не возьмет ничего. Вот, и, да, и порой старшая тоже сама себе не возьмет в холодильник, не порежет себе салат. Вот, я просто беру, какие овощи есть, там, фрукты, я все намываю, там, режу, и на стол. Или там, вот, допустим, дети там сидят у себя даже, да, конечно, может, это не очень педагогично, да, ставить на рабочий стол, там, в комнату еду, да, но, по крайней мере, это хоть не печеньки, да, и не мороженые, и не шоколадки. Вот, то есть, да, действительно, в течение дня там может питаться, там, одними, там, не знаю, макаронами и так далее, ну, то, что больше любят, или какие-нибудь, там, выпечкой какой-нибудь, но нужно, чтобы доступ к этой выпечке и всему остальному был только после того, как поесть, там, овощи и фрукты, да, ничего-то такого. Вот, и я просто ставлю в открытом доступе. На самом деле, я вот этот способ, еще когда была совсем молодой мамой, вычитала где-то в каких-то умных книжках для молодых мам-младенцев, вот, как раз, когда прикорм там вводится и все такое, что вот, педагогический прикорм, там, из своей тарелки, и, в общем, ставить в доступе вот эти вот снеки, там, всякие сухофруктики, там, курага, там, какие-нибудь чернослив, там, огурчик-помидорчик порезанный, то есть, они не будут салат заправленный сжать, это точно совершенно, вот, поэтому просто вот кусочками резать, и чтобы вот какую-то хоть порцию в день он съедал, вот, и если он ее съест, ну, пускай дальше ест свои макароны, вот, как говорится, или яичницы, что любит. Поэтому вот это очень важно. И еще важно, ну, то, что я уже упоминала, приучить пить чистую воду, то есть, как бы, стараться минимизировать вообще, желательно, конечно, не приучать к газировкам, там, вот этим всяким фабричным напиткам с большой дозой сахара, как правило, у них, вот, лучше, конечно, самодельные какие-то морсы делать, лучше воду чистую, чтобы пили, зеленый чай, в конце концов, да, вот, и поэтому вот хорошо как раз какие-то красивые бутылочки, да, компот, правильно, совершенно, компот хорошо, да, вот, и, собственно, вот это все можно, там, понятно, что там компот, может, вкусный, сладкий, морсик и так себе нальет, выпьет, тоже, графин стоит все время на столе, заду утром сварил, да, вот он стоит, да, потом, допустим, в бутылочке красивые какие-нибудь там с какими-то картинками любимыми, стоит чистая вода, прям вот подставил на стол, там, или в портфель положил, ну, и, соответственно, к концу дня выпьет, вот, кисели тоже очень хорошо, особенно у кого проблемы с желудком, да, то есть кисель, он очень хорошо обволакивает слизистую, то есть вот именно наша задача напомнить, подтолкнуть, подсунуть вовремя, да, как мы книжку какую-нибудь, которую хотим, чтобы прочитал, да, подсовываем, так же и вот эту вот полезную еду и питье точно так же надо подсунуть, иной раз напомнить, там, а съел яблочко, там, а мандаринчик съел, огурчик съел, на, подошел там, сунул в рот, и все, свободно, вот, так что вот, наверное, вот так вот я по поводу диеты, так особо каких-то вообще доказательств, что прям диета 100% эффективна, понятно, что, да, там, сладости, иногда молоко очень влияет цельное на, то есть, да, убираешь молоко, там, допустим, у части пациентов облегчает состояние, ну, достаточно существенно, но не у всех, вот, соответственно, пшеничная мука, да, то есть выпечка тоже иногда курица, к сожалению, не знаю, с чем это связано, очень много эта тема муссируется, почему от курицы у дней прыщи, но действительно, очень многие замечают, что вот поел курицу, что-нибудь высыпал, да, видимо, это связано с тем, чем кормят этих несчастных кур на этих курозаводах, вот, так что вот, наверное, стараться, да, более здоровой пищи придерживаться, но вот, чтобы овощей побольше делал, сырых именно, потому что у нас организм тушеные, например, овощи воспринимает как углеводы, в принципе, да, то есть тушеные овощи тоже хорошо, да, но в день все-таки должна порция фруктов, овощей съедаться сырых. А до молока, да, молочный белок, он один из самых, коровий белок – это самый такой, один из самых антигенов, агрессивных, да, аллергенов, вот, но опять-таки не у всех, кто-то хорошо переносит, да, молоко, ну, сейчас много всяких напитков подобных молоку, да, есть, там и овсяные всякие, рисовые, кокосовые, какие хочешь, низколактозные, то есть это все методом, как говорится. Сейчас выбор большой, это не 90. Методом тыка, так сказать. У нас еще есть время, может быть, кто-то придумает последние буквально два вопросика, и, да, будем уже двигаться к концу, вот, пока хотела сказать, что… Вы там уже дали, что я расскажу, а я, может, забыла или там что-то, то есть как бы. Напишите, может быть, я чему-то не уделила внимания, на что вы надеялись, что я уделю? Пока хотела сказать, что спасибо всем, что вы до нас дошли, послушали, позадавали вопросы, вот, мы надеемся, на самом деле, чаще проводите такие мероприятия, и были бы рады вас видеть, и было бы здорово, если бы вы предлагали тоже темы, которые вам актуальны, которые вам интересны, можно нам написать где угодно, то есть Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, чат в Телеграме, мы открыты. Приглашайте друзей. Ну, вопросов я вроде пока не наблюдаю. Ну, будем надеяться, что мы все по возможности озвучили. У нас, кстати, есть на Ютубе канал, там есть один прям большой такой вебинар, я проводила тоже на эту тему про подростков, потом еще у нас есть влог коротенький тоже про подростков, то есть многое из того, что я сегодня рассказывала, я там так в сжатой форме рассказываю, так что, в принципе, можно на наш канал на Ютубе подписываться, у нас еще много такого полезного контента, именно прикладного выложено, то есть не рекламного, а именно вот как жить, с какими-то проблемами тоже, например, в любом возрасте, как подросткам, так и 40+. Да, подписывайтесь на наш Ютуб, на наши социальные сети, и было бы здорово, если бы вам дали какую-то обратную связь, можете написать нам на почту или также в любых мессенджерах, мы будем очень благодарны. Все, предлагаю заканчивать, вопросов больше нет, как я вижу. Все, всем спасибо большое, увидимся, я думаю, что через неделю. Спасибо.